Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа. Вы слышали о моём прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал Церковь Божию и опустошал её, и преуспевал в иудействе более многих сверстников вроде моём, будучи неумеренным ремнителем отеческих моих преданий. Когда же Бог, избравший меня от утробы Матери Моей и призвавший благодатью Своею, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью и не пошёл в Иерусалим к предшествовавшим мне апостолам, а пошёл в Аравию и опять возвратился в Дамаск. Потом, спустя три года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром и пробыл у него дней пятнадцать. Другого же из апостолов я не видел никого, кроме Иакова, брата Господня. В сегодняшнем апостольском отрывке мы слышали слова святого апостола Павла о том, насколько Христово благовестие превосходнее любой человеческой мудрости. Апостол пишет, Размышляя над приведёнными словами из послания апостола Павла к Галатам, святитель Лука, архиепископ Симферобольский и Крымский, замечает. Святой Павел говорит, что Евангелие, которое он проповедует, вовсе не человеческое, что он принял его от самого Господа Иисуса Христа. И это действительно так, ведь мы знаем, какое необычайное чудо совершилось над самим святым апостолом, прежде бывшим жестоким гладителем и ненавистником Христа Савлом. Необычайно и чудесно произошло обращение его. В один миг переменились мысли и сердце, и ненависть ко Христу заменилась самой горячей любовью и преданностью ему. Но почему апостол убеждает в сверхъестественности происхождение Евангелия своих духовных детей Галатии? С чем это связано? Мы помним, что апостол Павел был призван на служение самим Господом, после чего благовествовал Святой Евангелие всему миру, в том числе и жителям Галатии, где потом обрел много учеников и духовных чад. Большинство населения здесь составляли язычники, и христиане в основном были из язычников, а не из иудеев. Но сердца этих людей с большим воодушевлением восприняли Слово Божие, звучавшее в проповеди апостола. Но Павел не мог постоянно пребывать с Галатами, потому что окормлял христиан в самых разных уголках империи. По удалению же апостола Павла из Галатии его место поспешили занять различные лжиучителя и лжиапостолы, стремящиеся всячески опорочить апостола Христова. Особенно усердствовали в этом постоянные враги Павла, крещеные иудеи, восставшие против апостола из-за того, что он не требовал при крещении христиан соблюдения древних иудейских обычаев и обрядов, в первую очередь обрезания. Главным аргументом противников Павла был тот факт, что апостол никогда вживую не видел Христа Спасителя, а потому не имеет права именоваться его учеником наравне с тем же апостолом Петром. Следовательно, учение, которое предлагает Галатам апостол Павел, по мнению его противников, это не божественное откровение, но плод его собственного сознания. Хотя при земной жизни Иисуса Христа апостол Павел и не был с ним рядом в числе прочих апостолов, но Спаситель, явившись ему сам в видении по дороге в Дамаск, открыл чудесным образом свою волю, чтобы через него возвещать Святое Евангелие людям. И это было действительно чудо, которое испытал на себе апостол Павел, преобразившись из гонителя христиан в верного служителя Божия. Разве без воли Божией такое могло бы произойти? Разве горячий защитник иудейства и знаток древнего закона, готовый на самые решительные действия по искоренению назарейской ерести, как тогда называли христианство, многочисленные его враги, мог бы сам по себе преобразиться до апостольской святости и исключительной преданности Господу. А значит, это все произошло благодаря откровению Иисуса Христа. Святитель Иоанн Златоуст говорит, тем, кто твердо и пламенно держится своих убеждений, бывает нужно время и много стараний, чтобы убедиться в противном. Если они учатся у людей. Кто же до такой степени внезапно переменился и пришел к такому искреннему сознанию, находясь на самой высокой степени безумия, тот ясно показывает, что благодаря божественному откровению и наставлению так внезапно возвратился он к здравомыслию. Божийный Августин в одном из своих сочинений писал, «Слова апостола, Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое», указывает на тот факт, что Евангелие вообще не может быть человеческим. То есть, если оно человеческое, то оно не истинно. Подлинное Евангелие только от Бога, и апостол Павел свидетельствует о его получении свыше. «Ибо я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа». Откровение Христа было для апостола Павла одновременно и откровением Евангелия, которое возвещало не мнимое спасение законом дел, но истинное спасение законом божественной любви. В Евангелии Христовом ему открылась последняя истина, состоявшая в том, что Крест и Воскресение, начало конца ветхого и привычного мира с его ветхими законами и ветхой историей. Законы порабощают, любовь освобождает. Но ветхий мир греха, иначе как по своим законам греха, существовать не может. Он не может оставаться равнодушным и безучастным к вести о своем конце. И, разумеется, он сопротивлялся и всегда будет сопротивляться Евангелию. Это сопротивление может принимать форму прямой враждебности и насилия, может принимать форму лицемерного согласия или попыток превратить Евангелие любви в некий новый суррогат. Однако попытки эти тщетны, ибо Евангелие Христово не вымысел человеческий, но благая весть о божественной победе, победившей мир. Помню об этом, мы должны стараться жить соответственно тому, как об этом говорит Евангелие. Именно Евангелие должно стать руководящим принципом нашей жизни. Ведь только в том случае, если мы исполним слова Христа, мы можем надеяться на блаженную вечность с ним в его небесном царстве, которому не будет конца во веки веков. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok